Вы смотрите краткое содержание романа «Жерминаль». Полную версию книги читайте в Майбук по ссылке в описании. Скачивайте приложение Майбук, чтобы читать и слушать тысячи книг. Этьен Лантье – молодой железнодорожный механик. Это смуглый, красивый и сильный юноша. Он честолюбив и горд. Этьен – сторонник социализма и рьяно отстаивает свои взгляды. Однажды он ссорится с начальником и дает ему пощечину. За это Лантье выгоняют с железной дороги. В поисках новой работы юноша отправляется в небольшой шахтерский поселок. На угольных копьях он знакомится со старым забойщиком Майе. Семья этого человека уже несколько лет трудится в шахте. Они постоянно голодают и с ужасом думают, как прожить без денег и еды еще несколько дней. Майе берет Этьена в свою артель откатчиком вместо недавно умершей работницы. Молодой человек трудится рядом с дочерью Майе, 15-летней Катриной. Из-за тяжелой работы юная девушка выглядит измученной, но она все равно очень нравится Этьену. За обедом она делится с ним своим скудным пайком. Юноша хочет поцеловать ее, но это пресекает другой углекоп – артельщик Шаваль, который ухаживает за Катриной. Лантье ужасают условия работы. В забое очень жарко, сыро и тесно. Рабочие вынуждены пробираться ползком и постоянно рискуют оказаться под завалом. Начальство ни во что не ставит шахтеров и постоянно ругает их. Этьена поражает, что забойщики молча занимаются рабским трудом и не протестуют. Молодой человек хочет бросить эту тяжелую и опасную работу, но все же остается из-за Катрины. Маэ никак не может расплатиться с долгами. Его жена вместе с младшими детьми отправляется к совладельцам шахт Григуарам. Она надеется получить немного денег, ведь богатые иногда помогают беднякам. Но Григуары отказывают ей, так как подавать милостыню не в их правилах. Они только вручают детям небольшой кусок булки и дарят пару старых платьец. Тогда женщина идет к лавочнику Мегра и просит одолжить немного продуктов. Тот соглашается в обмен на обещание прислать к нему Катрину. Он надеется, что ему удастся совратить девушку. Углекопы моются раз в неделю, по очереди окунаясь в бочку с водой и надевают чистую одежду. В выходной молодежь гуляет и предается любовным утехам неподалеку от заброшенной шахты. Шаваль дарит Катрине небольшой подарок и пытается соблазнить ее. Но девушке нравится Этьен и поначалу она сопротивляется, но потом все же уступает ухаживаниям Шаваля и становится его любовницей. Этьен узнает об их связи и страдает от ревности. Постепенно Лантье привыкает к местным нравам и тяжелому труду. По соседству с ним живет беглец из России, дворянин и анархист Суварин. Он бежал во Францию после покушения на государя и остановился в шахтерском городке. Как и Этьен, этот человек сторонник социализма, но он убежден, что победить старый строй можно только насильственными методами. В отличие от Лантье, он скептически относится к марксизму и не верит в интернационал. Этьен хочет склонить шахтеров к забастовке и постепенно убеждает Маэ в необходимости перемен. Поначалу старик отказывается, но условия работы ухудшаются, а выплаты сокращаются. В шахте становится еще опаснее. Происходит обвал и один из сыновей Маэ ломает обе ноги. Этьен и отец мальчика понимают, что им больше нечего терять. Если не устроить забастовку, то станет еще хуже. Они убеждают в этом и других шахтеров. В один из дней директор шахт Энбо узнает, что никто из углекопов не вышел на работу. К нему прибыла делегация шахтеров во главе с Этьеном, Маэ и их товарищами. Они требуют, чтобы им немного повысили жалование. Но Энбо не желает идти на уступки. Тогда Этьен отвечает, что рано или поздно забастовка перестанет быть мирной, шахтеры будут бороться за свою жизнь. Несмотря на сопротивление хозяев, стачка продолжается. Лантье становится ее лидером. Но не все шахтеры согласны с забастовщиками. Одна из шахт продолжает работать. Этих углекопов, среди которых находятся Катрина и Шаваль, объявляют предателями. Люди Этьена хотят проучить их. Начинается потасовка. Чтобы подавить беспорядки, руководство компании вызывает полицию и военных. Это заставляет протестующих действовать еще жестче. Восстание длится несколько месяцев и постепенно набирает силу. В нем участвует все больше и больше людей, которые теперь громят не только шахты, но и городские лавки. Во время очередного налета погибает лавочник Мегра. Даже дети идут на преступления. Младший брат Катрины из любопытства убивает одного солдата. Этьен помогает ему спрятать тело. Руководство компании выписывает из Бельгии новых шахтеров и пытается примириться со старыми. Некоторые возвращаются на работу. На одной из шахт стычка рабочих с солдатами заканчивается смертью нескольких человек, в том числе детей. Один из погибших – старик Майя. Полиция ищет подстрекателей, и Шаваль хочет выдать Лантье. Катрина предупреждает Этьена об опасности, и тот успевает спрятаться. Он хочет отомстить предателю и дерется с Шавалем один на один. Этьен побеждает, и Катрина остается с ним. Из-за восстания голод и нищета только растут. Некоторые шахтеры соглашаются на условия работодателей и возвращаются в забой. Они разочарованы в идеях Этьена. Бывшие товарищи едва не забивают его камнями. Но юноша готов примириться с их гневом, лишь бы остаться рядом с Катрин еще хотя бы на один день. Суварин же идет на крайние меры. Он ослабляет защитный механизм шахты, куда затем спускаются Этьен с Катриной, а также Шаваль и еще один старик-углекоп, который вскоре погибает. Из-за диверсии анархиста шахту начинают затапливать, и пленники блуждают по затопленным лабиринтам в поисках суши. Во время очередной ссоры между Этьеном и Шавалем начинается драка. Лантье убивает соперника, разбив ему голову. Этьен и Катрина, соорудив деревянный островок, почти две недели сидят в темноте и сырости. Они слышат, что снаружи начались спасательные работы. В надежде на скорое освобождение они в первый и последний раз становятся близки. Но помощь приходит слишком поздно. Организм Катрины не выдерживает таких тяжелых условий, и она умирает. Этьена спасают. Забастовка завершилась. На всех шахтах снова кипит тяжелая работа. Вдова Маэ, пережив гибель мужа и дочери, хочет сама наняться в забой. Этьен уезжает из шахтерского городка и отправляется в Париж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok